Этот портрет и смутные воспоминания родственников, все что осталось от Ефрема Петровича Кузькина, участника Великой Отечественной. Его правнучка Анастасия Коротких рассказывает, известно, что во время ожесточенных боев под Керчью в 42-м он пропал без вести. После войны ее прабабушке пришло извещение, умер в плену в 43-м. Но ни при каких обстоятельствах, нигде похоронен неизвестно. Надеялись, что ошибка, что остался жив. Наши родные, пять сыновей у него остались, все его очень ждали. Было единственное, его там две фотокарточки. Все его очень ждали, трепетно хранили эти фотокарточки у себя. Правда, открылась 70 с лишним лет спустя. В прошлом году троюродный брат Анастасии нашел данные о прадеде на сайте Мемориал. Это банк данных обо всех погибших и пропавших без вести. Оказалось, в 43-м Ефрем Кузькин оказался в концлагере Бан-Сен-Жан во Франции. Там он умер и был похоронен в братской могиле. Недолго думая, Анастасия с братом сели в машину и отправились за несколько тысяч километров в Европу. Оказалось, поросшие травой развалины концлагеря сегодня мемориал с ухоженным кладбищем. Там стоят стены, там стоят столовые. Прадед здесь питался и на самом деле жуть. Это очень жутко. Ты идешь и мало того, что там такая атмосфера очень такая напряженная. И ты представляешь, это очень ярко. Французы рассказали, после войны насчитали больше 22 тысяч мертвых узников. Большая часть из них была свалена рядом с бараками. Местные жители своими силами захоронили тела и сделали мемориал. По их словам, Анастасия с братом лишь седьмые, кто нашел здесь своего предка. Так что большая часть открытия еще впереди. Если и вы ищите родственников, загляните на сайт мемориала. Между тем, в этом году Анастасия с братом отправилась во Францию снова. Там, под Парижем, в канун Дня Победы открывается стела в память погибших и похороненных здесь русских солдат. Илья Кчетков, Александр Антропов. Наши новости. Илья Кчетков, Александр Антропов.